ребят всем привет вы на канте кейс party я текей и у нас обзор на красавицу анору не отвлекаемся держим ручки на столе очень клёвый героиня потестировал ее на тесте очень доволен годный герой магда анора далее это все очень крутые герои потому что у нас скоро год игре от официального релиза и они реально годные надо всех забирать если вы можете забрать лимитки на аккаунт то забирайте магду и далее и собственно анору у аноры тоже клёвые механики это две культистки которые в принципе с огромным уроном даже три получается то есть нас магда культистка которая культистка на на кб кучу урона внесла анора тоже внесла кучу урона и собственно далее тоже может вам забустить поможет то есть возможность появится команды из культистов она будет урон соответственно бафать ну а наша красавица анора там и маг . наносить 700 миллионов тем самым закрывать но я уверен что культистами можно закрыть 50 плюс на кб четвертом вот после этих героев так точно до этого кто-то пробовал там почти что закрывал либо даже закрывала с этими-то подавно это очень годные героини давайте смотрите анора культист таинство то есть можно использовать и на таинстве на культист ах герой очень сильный как раз массовость вас нет хамета на таинстве она вам закрыт этот левый верхний угол на двенадцатом этаже на культистах то же самое ставите ее просто вниз направляете либо верхний левый угол либо нижний левый угол на культистах и вы пройдете по самой этой анор очки она является массовым дамагером давайте прочитаем навыки с 1 стесно базовой атаки она наносит 100 процентов до 5 врагов массовый урон со 2 после атаки тяготы ядовитая дыхань накладывает это по сути дела яд который наносит 20 процентов до 8 на до 8 соответственно врагов это тяготы или тяготы не знаю странно не дракончика назвали по сути это ее талант она и и призывает дракона ледяного если у вас будет юмерет который очень крутой чувак мэри 2.0 плюс кучу урона если нет юмерета будет обычный дракончик у которого на 20 процентов будет меньше урона а у ледяного будет на 20 процентов больше вот ну и собственно на его призывает неприкосновенность этого дракончика невозможно убить когда соответственно кто-то помирает гибнет союзное призвано и существо то стесно он получает древний дух 1 процент атаки и может 15 раз складываться то есть когда где-то кто-то дохнет здесь надо сразу сказать что будет складываться эффекта со скелетами от кира это призванное союзное существо и соответственно эффект будет складываться можете скелетиками кира стесно и вот этой вот анорой вы можете очень очень круто забавить свою анорочку вернее и тяготы и по факту тягот это является копии аноры ну то есть верни вас сразу два бойца получается в бою то есть как будто вы используете артефакт на копию бойца то есть это такой ну чуть-чуть чит можно сказать так передави дыхание прочитали здесь что написано когда в бою повышает атаку тяготы на 15 процентов и повышение урона другим вашим соответственно призванным существам ну или соответственно другим в общем либо союзникам либо призванным существам вот тоже не очень-очень-очень-очень хорошо атака 15 процентов урон плюс 10 процентов в принципе прикольные штуки туда тут имеется не союзник во все-таки призванным существам то есть можно со скелетиками от кира очень хорошо это все согласовывается то есть нужно использовать ее когда вот у вас есть еще кто-то кого-то кого-то призывает там свои копии от скелетов кир призывает и так далее вот вот надо использовать с этими героями так пассивочка соответственно понятно когда юмерет это у нас пассивочка это нас парный герой то есть если выбирать между далее например и анорой то я выбрал бы анору с точки зрения новичку и в принципе на будущее да то есть мир это достали оп у вас уже навык связи сработал и так и суперспособность собственно тяготы наносят мгновенно 360 процентов мак урона нескольким 10 врагам это очень много после повышает урон наносим эффектом тяготы во время суперспособность на 150 а также повышает ее длительность на 20 секунд ну собственно бустим тяготы тяготы всех разносит вот это ледяной дракон клевый крутой давайте почитаем пробуды первое пробуды созданные до незамедленно нагладывает состояние эффекта без движения на одну секунду то есть ядовитое плюс обездвиживание мы напоминаем что культисты верни мы помним да с вами что культисты плюс 25 процентов под боссом всяким обездвиженным под эффектом контроля собственно вот здравствуйте ядовито дыхание состояние без движения еще плюс 25 процентов урона будем от своего лидера получать тяготы игнорируют 15 процентов сопротивления врага то есть ее дракончик или тяготы или тяготы или тяготы какие-нибудь ну короче гата кто-то говорил какое там правильное ударение так и не понял какой правильно вот 15 процентов а дочь круто дракончик наносит много урона естественно при этом еще сопротивление магии это офигенно пробивание плюс 8 стандартная и 5 враги на плитках света медовитое дыхание получает на 20 процентов больше урона от героя от героя и эффекта тягота ну то собственно 5 и мне очень понравилось на первое пробуду то есть герой прям хорошо раскрывается я тут я без пробуд тестировал по артефакту любой артефакт на массовый стесно урон либо атака то есть либо вот этот либо этот собственно можно еще и если по баба по бустить с точки зрения замедления то есть чтобы получить еще 25 процентов урона этот артефакт тоже будет профитен по снаряжению я считаю что либо магия души соответственно либо рев ну то есть нужно тестировать сравнивать но стандартно магия души очень хорошо на культистов заходит на тестировать смотреть собирайте с этой атака крит урон стандартная и сашечка и сашечка тут роля и то есть нет приписки что и со неважно что тут еще ну сейчас вы увидите тесты на первом рейде снаряжение я решил протестировать с нашим другим великолепным дракончиком это яксом который накладывает еще и 30 процентов сопротивления к магии дебавчик минус 30 процентов и она себя показала очень неплохо то есть аякс никогда не являлся самым топовым дэмэдж дилером все-таки на первом рейде снаряжение нужно сказать что анора там очень сильный персонаж собственно если сравнивать с далее то она на уровне далее находится то есть плюс минус там 10 миллионов если мы говорим там в районе там 70 80 90 будет наносить собственно плюс минус 10 процентов 15 с далее они могут иметь зависимости от сетов от пробуд от артефактов и прочего то есть это очень сильный персонаж на рейде снаряжение 1 но самое главное сейчас вы видите тест на кб она удивила уроном на кб да она хуже чем маг да ну маг да просто там ультимативно ульта извините ничего не сделать но в принципе она играбельна на кб с точки зрения как как минимум как затычка то есть культистов можно ставить то есть раньше я бы вам сказал бы год назад там или полгода назад что культистов ни в коем случае там всякие ночью никто там не играет верно там не играет то есть из топовых культистов никто там не играл и иона тоже на самом деле не играет то есть они в два в три раза то что там соло цель там дракон нафига вам просто обычно героям которые наносят много массового урона все-таки урезают его потому что слишком много целей получают урон а соло как раз завышают урон там базу атаки завышают навыки специально да там разломы всякие ну как у сайлоса например сайт будет очень долго много маленьких целей выносить но если их там будет много не чуть жирнее будет чем за один удар будет щелкать то долго пощелкает а та же в верный всех захерачивает просто очень быстро вот что пойдемте пройдемся по нашим всем рейдом где можно применить рейд для продвижения везде где применяется применяем топовые соответственно дэмэдж дилер рейд или ресурсов сто процентов рекомендую ее стезя рейд снаряжения 1 рекомендую сто процентов рейд снаряжение 2 если нет никого другого из дэмэдж дилера то в принципе применим как основной дэмэдж дилер по центру вверх рейд снаряжение 3 по по моему 50 процентов у нее срезка по летучим целям то есть стандартно для культистов мы их на третьем рейде не применяем только как затычка если никого нет на низких этажах подземелье снаряжение 1 подземелье снаряжение 2 почему бы и нет разматывать с там где нужен маг урон массовый почему нет ставим и они уносят наших этих товарищей идущих по 8 по моему в пачке в принципе неплохо забустить долорес и они на двоих со своим дракончиком расхерачат плюс не забывайте что там не действуют всякие дебафы обездвижение прочее то есть в принципе тут она может и без пробуд играть тоже пробудами не сильно сильнее становится да нужно еще вот яд ее там тестировать но собственно по моему яд будет работать далее если она зашла на драконе то она зайдет на руин из титанов опять же можно использовать сдали и там со всеми со всеми нашими культистами используются энергии как затычка то есть навряд ли добыть какая топовая команда на что-то типа среднего урона на семрахе она выдаст собственно все персонажи которые нормально себя показано кб будут показывать а по урону на семрахе тоже нормально рейд для материалов артефактов нет у нас там обычно все таки рулят либо хиллеры либо что-то типа сайласа то есть соло цель здесь ее бы я бы не рекомендовал даже на лейтгейме для ускорения 18 этажа рейда артефактов испытание фракции 100 процентов левый верхний левый нижний угол я уже это говорил кодекс бессмертных здесь уже вот под вопросом где же нам ее применить она ставится на клетку и поэтому мы ее не можем на стиксе применить в кодексе бессмертных в теории можно на яростном потоке по применять если у вас нет массовых лучников на повелителе стикса опять же в теории но зачем чтобы что на титане вообще не можем на владыке льда возможно почему бы нет она накладывает яд она накладывается тест на дебафы то есть возможно на владыке льда она будет работать на императоре адского пламени некуда поставить ну в общем на кодексе бессмертных похуже на приливе сто процентов ее тема массовые культисты прилив это супер топ для них я считаю что получать за место одного бойца двух это она сама плюс ее дракон это круто совместить ее еще с юмиретом и вы получите топовую связку на приливе принципе все обо всем поговорили такой тест на но и в конце те кто досмотрел я вам покажу бонус не знаю забанят не забанят так как все-таки герой получился сверх сексапильный у нее крутая синематика все новое увидите если вам повезет ее забрать соответственно держите синематику она вроде будет через неделю либо через две сразу после далее аккурат собственно такая синематика очень клевая крутая красивая героиня с клевой синематикой мунтоны постарались мне очень понравился анора на тестах опять же советую тащить и анору и далее и магду все всех мне кажется героев которых они сделают на год они вам на год не будут херни ударить обычно в любые игры очень 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 много чего дарит на свои годовщины поэтому в любом случае играйте на годовщины и забирайте все что дают разработчики такая синематика клевая вы досмотрели видео до конца с вами был тикей на канатике и спать и спасибо большое за внимание лайки дизлайки не забываем комментарии возможно вы к моменту просмотра этого видео уже достанете свою анору накопили но ребят кто накопил на две лимитки я вам прям руку пожму вот прям через экран вы прям сильно умеющий себя контролировать лудоманы вот все всем пока тикей тикей спать и ребят в конце видео всего лишь хотел напомнить что я предоставляю услуги обзора аккаунта и прохождение любых рейдов снаряжения повышение урона на кб и прочее если это застряли либо может нужен совет обращайтесь советы бесплатно когда что-то за вас делаю платно цены достаточно демократичные приемлемы обращайтесь в к и тг ссылочки будут в описании в закрепленном комментарии